Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит и показывает в Ападом. Но не могу я быть счастливым без таких вот простых, забавных, очень веселых книжек для самых маленьких. Потому что на самом деле, видимо, восполняю что-то, чего мне не хватало в детстве. Итак, издательство «Карьера Пресс» Рыбка Унывака. Вот такая вот рыбка. Причем Унывака это имя собственное. Тут без дефиса, видите, оно на обложке. И Унывака это действительно полное отражение ее характера. А великолепные стихи, я не знаю, насколько они великолепны по-английски, но по-русски это получилось действительно забавно, перевели Мария Галина и Аркадий Штыпель. Это, конечно, знак качества. Потому что в нескольких строчках надо показать целую историю, которая не просто будет интересна малышу, но и позабавит взрослого, читающего эту книгу. Получилось очень складно. И Дебора Диссен с иллюстрациями Дэна Хенны воплотились вот на русском языке. Рыбка Унывака в данном случае здесь населяет очень разнообразный, очень веселый и придуманный с большой оригинальностью мир океана. Здесь у нас посреди морского мрака, сторонясь своих подруг, ходит рыбка Унывака и печалит все вокруг. Обратите внимание на глагол печалить, то есть делать печальными. Здесь еще много таких языковых штучек, которые так нравятся малышам. Потому что на самом деле это, конечно, отсылка к знаменитому с трех до пяти, к языковому творчеству. Дети придумывают глаголы существительные и любые другие части речи на ходу, в огромных количествах, постоянно в игре или просто бармача. Потому что это совершенно естественно, творить язык. Собственно говоря, мне кажется, что детьми язык и двигается по-настоящему вперед. Детьми да поэтами. Но это старая мысль, не моя, конечно. Я рыбка Унывака, страдаю без конца. Среди морского мрака нет горе с ней лица. И действительно, личка у нее такое, что просто оторви и выброси. Здесь у нас изображена очень грустная рыба. И припев. Припев очень... Надо придумать, как его произнести. Будете читать книгу слуха, обязательно заранее об этом позаботьтесь. Потому что припев звучит так. Буль. 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 И вот это У. Оно очень хорошо передает вот это вот унылое У. Которое написано на лице рыбы. Да. Вот. И она, значит, плавно растекается вместе с припевом. Улыбнулась ей ракушка и воскликнула привет. Не печалься я, подружка. Хочешь, дам тебе совет. Даже близоруким крабам не понраву грустный рот. И тебе его пора бы развернуть наоборот. Ну, перевернуть рот, чтобы он стал улыбкой. Отвечает унылака. Очень правильный совет. Вид ужасен мой, однако у меня другого нет. Это здорово написано, я вам скажу. Это действительно очень верно. Ну, нет такого, да. И, значит, снова идет припев с этими бурями. Подплывает к ней медуза, океанский тихоход, у которого из пуза ворох-щупалец растет. Говорит медуза-рэбби. Ты гуляешь на отшибе? Не поводь тебе, друзья. Без улыбки жить нельзя. Отвечает унылака. Без упреков нет ни дня. Вид мой тягостен, однако не зависит от меня. Вот эта вот казенность, которая проскальзывает, да, однако не зависит от меня. Она, понимаете, это стилистическая игра, дорогого стоит. Придумать такое в детском стихотворении все строго по тексту, да. То есть диалог с разными морскими животными. Вот. Я рыбка унылака, страдаю без конца. Снова припев. Вот. Вот кальмар стрелой несется. Ладно, скроен, крепко сшит. То сожмется, то разожмется. И сердито говорит. Вот это вот то сожмется, то разожмется перебой ритма. Это же тоже здорово, потому что он показывает движение кальмара. Показывает, причем, в стихе, в стропике, да. А нарисован здесь он просто отлично. Это кто тут сник эскиз? Ну-ка, рыбка, угнись. Если в море плавать можно, все не так уж безнадежно. Действительно. Если в море не замерзло, все на свете хорошо, да. Вот. Здесь какие-то подводные твари, конечно, нарисованы из большой изобретательности. Все не описать. Вот. Но на рыбке все нипочем, и кальмар тоже разочаровывается, как и осьминог. Я не буду читать всю книгу, здесь довольно много у нее собеседников, у унываки. И все замечательно закончится. Это надо, конечно, сказать, это можно, небольшой спойлер. Понятное дело, что у унывака будет другой. Но какой? Во-первых, к ней приплывет удивительная рыба. Не буду говорить, как называется. Просто и изящно. Вот приплывет, да. И что она сделает? Ну, правильно, поцелует, наконец, эту унываку-то. Вот. Подплыла, поцеловала и растаяла во мраке. Вот, видите? Да. Обомлел наш унывака, слезы брызнули из глаз. Улыбнул-ка унывака. Самый первый в жизни раз. Вот. Улыбнулся. И сказала наша рыбка, это прозвище ошибка. Я теперь не унывака, а целовака, улыбака. Вот это вот целовака, улыбака меня просто покорило. Пройти мимо этой книжки я уже не смог. Потому что это действительно те слова, которые придумал бы ребенок, если бы он мог вот сочинять такие истории. А дети и сочиняют многие такие истории и писать про них стихи. Вот. Это очень добрая, очень правильная книга. Она помогает немножко расслабиться, когда ребенок капризничает. Капризулит, как мы говорим с дочкой. Она помогает немножко улыбнуться, когда плохое настроение. Ну, просто плохая погода, отменилась прогулка или еще что-то. И самое главное, эта книга ненавязчиво говорит о том, что нет особых причин расстраиваться постоянно. Да, что-то случилось, ну, что-то можно исправить, да. Но вот такое вот, быть рыбкой унывакой не хочет никто. Целовака, улыбака. Эти слова надолго вошли у нас в обиход в семье. Вот такая прекрасная рыбка унывака в стихах. Еще раз говорю, маленькие книги для самых юных, самых главных наших читателей. Всегда очень люблю и всегда о них рассказываю. Спасибо за внимание, издательство «Карьера пресса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова